Золотой шлягер Сейчас Кайметов на экранах появляется реже, но по-прежнему пишет песни, снимает клипы и гастролирует. Тогда зритель имел возможность больше выбирать. Вы вспомните сами, начало 90-х, все подбегали к палаткам, какие альбомы вышли, а где вот это найти, а где вот это найти. Сейчас все наоборот, сейчас никто ничего не ищет, наоборот, реклама догоняет человека, разворачивает его лицом к себе и чуть ли не в лоб с помощью маркетинговых вещей навязывает тот или иной продукт. И человек уже прячется, прячется от продуктов, в том числе и музыкальных, а они его догоняют и, собственно говоря, не в совсем правильной форме доносят. И поэтому, конечно же, в такой ситуации, как было и как сейчас, такое ощущение, что меня стало меньше. Потому что я, наверное, не догоняю, не разворачиваю и не навязываю. Болезненный вопрос для Кайметова – пиратство в интернете. Захожу, допустим, размещаю ролик на YouTube, и мне тут же приходит уведомление, что права на песню принадлежат какой-то компании, которая дислоцирована где-то там. И вот начинается все это разбирательство, долгое и вечное, потому что отвечи где-то за Атлантическим океаном. Это, конечно, нонсенс. Потому что, ну, я никогда никому никакие права не передавал, исключительно, как минимум. А когда всплывает эта вещь, я понимаю, что очень много жуликов, которые просто на этом зарабатывают деньги. После общения с журналистами артист поспешил готовиться к выступлению. А сейчас мы попробуем зайти в гримёрку и узнать, чем же занимается там Кайметов. Самое главное – это творческое волнение. А снять волнение Кайметову помогает стакан самой обычной питьевой воды. Я так понимаю, что артист, у которого в руке сжат стакан с жидкостью, намного интереснее и привлекательнее, чем человек, у которого такой стакан отсутствует. Мы усомнились, неужели любимый артист на строгой диете? Ну, что такое диета, не диета? Мне кажется, что всё от головы, всё от того, какие мысли у тебя в голове. Потому что любое питание – это компенсация неправильных мыслей человека. И когда тут не совсем правильно работает, вот и начинаешь там. Есть, 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 есть. Для могилёвских зрителей Кайметов исполнил свои шлягеры. Между нами стена, холода. А в случае с могилёвской публикой была стена? Я вышел только, у меня сразу такой кредит доверия был, у меня сразу так стали аплодировать, что я просто растерялся, честно говоря. Вы же видели? Я смутился, даже не знал, что сказать. Но потом собрал всю волю в кулак, понял, что я очень ответственный человек, площадка очень ответственная, публика очень требовательная, взыскательная. Поэтому собрался и, как вы видите, всё случилось хорошо. В такой атмосфере Кайметов даже пустился в пляс. Я отключу телефон, мы будем только вдвоём, пусть все печали пройдут. Где-то далеко идут дождей, ну и что, пускай себе идут. Для меня сегодня важнее могилёв, поэтому я сегодня здесь. 13-й по счёту фестиваль «Золотой шлягер» в Могилёве завершился. Как видите, все суеверия оказались напрасными. Праздник получился просто замечательным. Нам, могилевчанам, остались незабываемые впечатления, но и с нетерпением ждём нового 14-го «Золотого шлягера» в Могилёве. Редактор субтитров А.Сёмкин